здравствуйте меня зовут наталья этому канал моей американской истории в этом видео я хотела бы поговорить о сервисах компаниях услугах которые оказывают русскоязычные это касается всего от автошопов где работают русские являя или являются владельцами до детсадов магазина врачей адвокатов и так далее очень много разговоров на эту тему и многие диаметрально противоположные кто-то говорит никогда не пользуйтесь услугами русскоязычных другие наоборот обслушиваетесь только у наших ну кому верить то буду говорить основываясь на свой опыт и опыт друзей и знакомых и те кто выступает против услуг русскоязычных и тех кто агитирует за них по своему право но опять нельзя быть настолько категоричным да действительно многие русскоязычные компании назначают за свои услуги завышенные цены обманывают делают работу плохо многие особенно когда это касается иммиграции и так называемой социальной адаптации в наглую занимаются обманом фрод подделка документов мошенничеством берут деньги за заведомо бесплатные услуги и так далее очень часто как и многое в россии компании или частные лица занимающиеся бизнесом делают себе репутацию в начале действительно оказывают качественные услуги и заработав репутацию начинают потихонечку скатываться ну и также скатывается уровень их услуг их услуг не знаю замечали ли вы когда-нибудь вот например фабрика выпускает новые конфеты или там шампунь сначала они высококачественные просто суперски а потом когда люди уже к этому привыкли начинают покупать этот товар больших количествах рекламу там сделали себе да качество начинает падать также обстоят дела и с некоторыми русскоязычными сервисами безусловно не со всеми если те которые наоборот развиваются и улучшает качество своих услуг я за все эти годы в сша поняла одно пользоваться услугами русскоязычных можно но только по рекомендациям просто пальцем в небо до пальцем в объявлении ткнуть и пойти к этому человеку это 50 на 50 это касается абсолютно всего и всех адвокатов врачей механиков ремонт ремонт ремонтников по дому и так далее если вам кого-то рекомендует человек которому вы можете доверять и он сам пользовался их услугами вперед у меня же все таки намного больше ну положительного опыта с русскоязычными компаниями услугами но я слышала много и негатива друзей большинство это адвокаты все же магазины русскоязычные но их здесь много большая конкуренция в начале нулевых в десерии по моему был только один магазин когда я вот только сюда приехала и честно говоря он был не очень потом его перекупили и магазин преобразился потом открылись другие сейчас их в вашингтоне но в десерии около 15 штук может быть побольше какие-то дешевле какие-то дороже но мне лично нравится абсолютно все и все качество во всех магазинах превосходно особенно если продукция производится здесь в соединенных штатах механики опять большинство честные не будут говорить с вами знаете так на марсианском в кавычках языке зная заранее что вы ничего не понимаете в машинах и пытаться взять с вас за ремонт чего-то что чинить в принципе ты не нужно я обычно никого не рекомендую как вы знаете ну вот два механика и их автосалоны я бы порекомендовала игорь и борис в роквилле они оба в мариленде разная механика но бы классные они и честные и профессиональные механики действительно отличные работники так что я бы не была такой категоричный и не призывала бы вообще не пользоваться услугами русскоязычных среди них есть действительно высококвалифицированные профессионалы которые утрут нос американцу любому в этой сфере но все же есть много тех кто кто о себе много чего мнит говорит рекламирует но очень мало знает о своей работе или является довольно таки безответственным поэтому с русскими только по рекомендациям по рекомендации проверенных и надежных людей и это касается всего риэлторы брокеры инспекторы адвокаты вас могут как кинуть очень сильно подвести я уже рассказывала о моей знакомой который которая без ответственности своего адвоката русскоязычного осталась здесь нелегалкой но при этом я знаю массу людей которые были очень довольны услугами своих соотечественников даже моя начальница который русский делал кухню она сказала что лучшего работника у никогда не было она была с ним очень довольна поэтому думайте сами решайте сами но опять я лично не была бы настолько категоричный если вам этого человека риме рекомендуют надежные люди вперед из песни спасибо большое за внимание пока